Не дня тишины на передовой. Боевики сегодня пять раз нарушали перемирие. Тяжелых орудий они не использовали. Били в основном из гранатометов и пулеметов. Горячие точки это Крымская, Новолуганская, Светлодарск и Пески. Под обстрелы попадают мирные жители. Как это собирать урожай под пулями, они рассказали Игорю Левенку. Поселок Водяное под Мариуполем. До войны каждое лето здесь находилось до полутора тысяч дачников. Теперь почти везде сплошные разрушения. Это красная зона боевых действий. Но несколько мирных жителей здесь все-таки остались. Это Геннадий Родионов. Ему 70. Военный пенсионер. Собирает на огороде первые помидоры. Пока не стреляют. Как вы тут вообще? Ну как, держимся оборону. Но тишина здесь обманчива, уверяет Геннадий Прокопьевич. Месяц назад вот так собирал ягоды на огороде и получил два осколка в спину. Это с БМП-2 осколочными. Вот разорвалось и мне как по пояснице, как будто доской это самое врезали. Достали осколки? Нет. Вопрос о перемирии пенсионер даже не обсуждает. Дескать, говорить не о чем. Его здесь нет. И ночью, и утром в 6 где-то, ну пол седьмого, по-моему, прекратилось только. Слова местных жителей подтверждают и морские пехотинцы, которые удерживают этот участок фронта. В поселке Водяном позиций военных нет. Но противник продолжает забрасывать его смертоносным железом. Ну ладно, мы военные, нам не привыкать там, знаете, к чему-то особенному, так скажем. Даже жалко тех людей, которые, возможно, не участвуют ни в какой политике, ни в какой войне. В населенные пункты, ближайшие к, так сказать, зоне проведения операции объединенных сил, прилетает достаточно много. Я думаю, вы проезжали, видели там. А Геннадий Родионов показывает результаты так называемого перемирия. Хвостовик второй мина. Торчит до сих пор. Но я уже был в гараже. А вот жена Геннадия Прокопьевича, Наталья, лишь чудом не погибла. Первая мина пробила стену летней кухни. Женщина была в трех метрах от эпицентра взрыва. Можно было выйти в другую дверь. Ну и пошла там, смотрю, там стены уже нет, под ногами камни. И вот знаете, еще такое состояние видно вот от этого взрыва все это. Я иду еще разговариваю. Это вообще... Гена кричит мне, скорее иди ко мне, Генн. А что здесь творится у нас с тобой? Ну, во сне еще такая вот. Ну, страшно, конечно, очень страшно. Наши морпехи на очередное перемирие не уповают. Живут по принципу «хочешь мира, готовься к войне». Поэтому укрепляются и на спокойную ночь не надеются. Чекаю, что закинчится чемпионат, и все может распочатись. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал «Интер». Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Субтитры создавал DimaTorzok